Аль-Хадису Салису Саласуан Ба'даль-Ми-Атэн Говорит 233-й хадис книги Ан-Али-Ибни Абиталибин, разъяллаху ангукаль Приходит от Али-Ибни Абиталиба о том, что он сказал Амар-Анин-Набию, саляллаху алейху саляма, ана кума аля будниги Пророк, саляллаху алейху саляма, приказал мне, чтобы я был его доверенным лицом относительно его жертвных животных Уан-Атасаддака биляхмиха ваджу людяха ваджиллятиха То есть после того, как я зарежу этих животных, то есть принесу их в жертву, чтобы именно я раздал в качестве садака, в качестве милостыни, мясо этих животных, а также шкуры, а также аджилля Аджилля это как бы попоны или то, что ставится сверху на верховое животное для того, чтобы потом на него сесть То есть, чтобы мягче было сидеть, вот эти вот сиодлы, допустим, и тому подобное Пророк, саляллаху алейху саляма, тоже приказал раздать это все как садака Говорит И пророк мне сказал, чтобы из этого перечисленного ничего и не давал тому, кто резал мясо, то есть того, кто это мясо разделывал или что делал, убирал шкуру от этого мяса и тому подобное. Но пророк сказал, мы это дадим ему, то есть его плату мы дадим отдельно от себя. Почему? Потому что это мясо, это шкура и тому подобное является садака. А если ты отдаешь из этой садака что-то, джазару, то есть мяснику, который это мясо, допустим, режет или даже если не режет, то разделывает его и тому подобное, разделяет, то получится как бы, что ты отдал то, что ты обязан отдать из зарплаты этому мяснику из своей садака. А садака не годится, чтобы ты расплачивался ею на свои нужды. Ясно или нет? Поэтому пророк, салаллаху алисаляму, Али ибн Абиталеву, приказал это мясо раздать беднякам, шкуры и все, что есть относительно этого верблюда, сказал, ну из этого ничего мяснику в качестве зарплаты не давай, потом мы расплатимся ему отдельно от себя. Это, иншаллах, понятно. Говорит Аль-Гариб, и этот хадис приходит у Бухарии, муслима. Какие слова непонятные есть в этом хадисе? Будна, что такое Будна? Джемру бадана, это множественное число от слова бадана. А бадана, мы сказали, это либо верблюд, либо корова. Здесь имеется в виду верблюд. Говорит ранее, мы уже давали определение, что такое бадана, и разъясняли, каких видов бывает бадана, сказали либо верблюд, либо корова. И слово Аль-Будн во множественном числе можно прочитать двумя образами. Баммульбауаддаль, то есть Аль-Будун, Баммульбауасукунуддаль, или Сукунунаддаль, Будун. Можно прочитать Будун, можно Будун. Будет правильно с точки зрения арабского языка. Второе непонятное слово Аджиллатуга. Что такое Аджиллатуга? Аль-Муфрат Джуллун, Бидаммильджим. Аджилла, его единственное число Джул, то есть с даммой над Джим. И его множественное число джилаль с кастрой. А джилля это множественное число от множественного числа. То есть повторное множественное число. Значит получается джуллюн, джилалюн, аджиллятун. Единственное число джуллюн, от него множественное число джилалюн, а от него еще множественное число как аджилля. Говорит вальджуллю, Видишь, джуль это говорит то, что бросается на спину верблюда из видов аджилля. Или чего-либо подобного. То есть, имеется в виду, чтобы было это чем удобным для сидения на нем человека. Говорит третье. Что значит слова пророка, когда Али Ивна Абитали передал их и сказал, что он запретил мне давать из этого, то есть из мяса и шкур нам, что-либо кому мяснику. Сказал. То есть, запретил мне давать или расплачиваться с этим мясником, этим мясником с чем? Мясом. Говорит у Аль-Джазара Атраф Аль-Баир. Каррас Уль-Ядейн Вар-Рижлейн. Есть такое отдельное слово у арабов, называется как Аль-Джазара. Это конечности верблюда или его голова или руки-ноги. То есть, арабы называют передние лапы чем? Или передние ноги называют руками, а задние называют ногами. В русском языке все называется ногами или лапами, то есть в зависимости от того, какое животное. Таев. Сумма нуклилят. Иля мая хузва Аль-Джазар минал-уджра. А потом слово джазара уже стало применяться как то, что забирает мясник в качестве платы за свое дело. То есть, смотри, в арабском языке что такое джазара. Джазара, говорит, это либо конечности верблюда, либо его голова и что-то подобное. Говорит, потом слово джазара стали употреблять как плата мяснику за его дело. Потому что обычный мясник, который режет животное, забирал в качестве платы голову и вот эти вот конечности. Понятно или нет? В качестве платы. Поэтому это стало назвать словом джазара. Видишь, потому что он забирал эти конечности, говорит, в виде своей платы. Аль-Ма'на-Ли-Жмали. Какой вообще смысл этого хадиса? Говорит, пророк, салаллаху ла-Саляма, прибыл в Мекку для совершения прощального хаджа и вместе с ним были его жертвы и животные. И говорит, при совершении хаджа пророк, салаллаху ла-Саляма, привел с собой в качестве жертвы и животных 100 верблюдов. И заколол своей собственной рукой 63 верблюда. И приказал Али, то есть заколоть оставшихся, то есть сколько получается 37 животных. И чтобы он раздал мясо этих животных в качестве садака. То есть смотри, пророку, салаллаху ла-Саляма, возраст его какой был, 63 года. И принес жертву также 63 верблюда своей собственной рукой. Говорит, и приказал ему раздать мясо, кому в качестве садака людям. Говорит, пророк, салаллаху ла-Саляма, так как этих животных отдал в качестве жертвенных ради Всевышнего Аллаха и не хотел пользоваться чем-либо из этого. Поэтому приказал раздать все, что есть на этом животном. Как его мясо, так его шкура, так и все, что на нем есть одеяний. Говорит, и если мы говорим о том, что садака или это мясо является милостыней для нищих и бедных, это говорит о том, что кто приносит это жертвоприношение не должен пользоваться этим мясом или чем-либо из этого животного. То есть не должен расплачиваться этим мясом за какие-то услуги. Говорит, Видишь, поэтому пророк, салаллаху ла-Саляма, запретил Али-Ибну Абиталибу давать что-либо из этого мяса или шкуры и тому подобное в качестве платы мяснику, который это мясо или который эти туши разделывал. Но вместо этого пообещал этому мяснику, что он заплатит ему чем-либо другим, кроме мяса и кроме шкуры и кроме того, что было на этих животных и за одеяния, но деньгами или чем-либо подобным за его работу. Майо Хазумин Аль-Хадис говорит, какие полезные моменты берутся из этого хадиса. Первое, Во-первых, узаконенность, принесение жертвенных животных ради Всевышнего Аллаха и указание на то, что это действие посланника Аллаха. Второе, Указание на то, что лучше, если твои жертвенные животные будут большими животными, и их будет много, так что от этого будет больше пользы. Ведь пророк, салаллаху ла-Саляма, отдал в качестве жертвоприношения 100 верблюдов. Третье, Говорит, Третье указание на то, что необходимо раздать это мясо в качестве милостыни, а также все, что имеется в этой туши. Говорит Минджилют Уаджилла, как шкура или аджилла, то есть одеяния, которые были на этом животном. Валяуан якуля, мин гадит татуа, вот таматто, вал киран ассулус фаакаль. Вместе с тем, что мы говорим, что разрешено человеку кушать из его жертвенного животного, если он принес его добровольно, или принес за таматто, или принес его за киран. Сколько, говорит, он может съесть? Треть или меньше? Остальное необходимо раздать нам. Или, как приходит в хадисах, треть человек съедает сам, треть, что делает? Эддихар, то есть сохраняет на будущее, как, допустим, вложит в холодильник или засушивает мясо и тому подобное. А треть раздает людям. Четвертое, говорит, в этом хадисе указание на то, что человек не должен расплачиваться с мясником чем-либо из мяса, принесенного в жертву. Говорит, то есть как в виде зарплаты за работу. Но, с другой стороны, может дать ему как садака, как садака и как подарок ему. А потом еще отдельно дать зарплату за его работу. Но, говорит, здесь есть опасность в том, что если человек даст ему, то есть этому мяснику, что-либо из мяса, как садака, то потом он уже не хочет заплатить, не захочет заплатить ему деньгами, то есть за его работу. То есть посчитает, что этого мяса достаточно этому мяснику. Говорит, и получится, что это садака, в итоге получится чем? Зарплатой. Понятно ли нет? То есть платы за услуги. Поэтому, говорит, если ты даешь садака, то обязательно, то есть из этого мяса мяснику, то обязательно заплати ему отдельно за его работу, чтобы не получилось, что твоя садака оказалась платой. Говорит, а если же ему его зарплата была выдана полностью, а потом еще было дано ему что-то из мяса, как в виде милостыни, если он является бедняком, то в этом нет ничего страшного. Пятое, что берется из этого хадиса, указание на то, что разрешено устанавливать какое-то доверенное, уполномоченное лицо, которое будет отвечать и нести ответственность за принесение жертвы твоего животного и распределение его среди бедняков. То есть не обязательно, чтобы ты это делал собственноручно, или сам можно, чтобы это кто-то сделал за тебя из людей. Далее.